Привет, друзья! Сегодня мы начинаем серию выпусков о ремонте, потому что обычно дизайнеры показывают уже финальный результат, а то, как происходит ремонт, то, что внутри стен, никто не показывает. А это в ремонтах бизнес-класса и выше, это супер важный момент. И рассказ я буду вести вместе с Русланом. Всем привет, меня зовут Руслан, фамилия вам Богданов, я руководитель строительной компании Скарус. И действительно, мы сегодня расскажем о том, как стоит вести стройку. В принципе, вы в дальнейшем можете это видео показывать своим строителям, сказать, я бы хотел, чтобы у меня организация была на таком уровне. Также мы объясним, почему, в принципе, такие сроки бывают, которые озвучиваются, и такая стоимость. То есть, ответим на вопросы, почему так дорого и почему так долго. Это очень важно, на самом деле, посмотреть, потому что я постоянно сталкиваюсь с ситуацией, когда строители низкого уровня или говорят, что высокого, но по факту низкого, они говорят, что это просто невозможно реализовать. И если вы можете им показать наш ролик и сказать, нет, ребят, вот делают вот так, и я хочу тоже так, то у них просто не будет аргументов. По сути, мы являемся вашим адвокатом. Мы сейчас находимся в квартире в ЖК «Фамилия», площадью 130 метров. Это такой довольно серьезный объект. Я думаю, что после просмотра этого ролика у вас уже не будет вопросов, как сделать из бетонной коробки технологичную квартиру вашей мечты. Сегодня мы расскажем о венах квартиры, о инженерных системах. Как сказал Руслан, стены можно перекрасить, а дорогостоящую инженерию вы уже никогда не переливаете и будете жить с тем, что у вас есть. Поэтому внимательно смотрите видео, и мы снимем все ваши вопросы. Давай, с чего начнем? Ну, мы можем начать, в принципе, с электрики в этом помещении и далеко не ходить. Это кухня-гостиная. Давай начнем прямо с кухни. Это штробы с электрикой. Да, хочется обратить внимание, что все линии кабельных проводов, они идут ровно по вертикали. Это делается для того, чтобы не было никаких проводов вот так вот с соплями, которые идут вот влево-вправо по стенам. Это неправильно. В любой момент клиент может подойти к этому месту, он видит группу розеток, берет вот так вот от нее размер, и он понимает, что строго по вертикали вот здесь в этой зоне крепиться нельзя. По потолку, в принципе, все провода тоже всегда идут ровно, аккуратно. Опять же, да, в момент того, что почему так долго, мы провода в распаечных коробках скручиваем, а еще и опаиваем. Данное соединение дает такой качественный результат, как будто это бы цельный провод без разных соединений. Потому что разные клеммы и там ваги, они бывают бракованные, бывают проблемные, бывает, что ненадежное соединение. Я за надежность всегда, за фундментальную, проверенную, чтобы было так, чтобы потом не пришлось за это краснеть. Все-таки это, во-первых, безопасность, ну и комфорт. Мне нравится, как у вас все разведено так строго перпендикулярно, да, с под прямым углом. У меня реально был случай там, ну, давно был, лет пять назад, наверное, на стройку предложили строителей, началась разводка электрики, пришли заказчики, говорят, мне это не подходит. То есть там вот просто наискосок, и строитель говорит, да мы хотели ваши деньги сэкономить, мы хотели меньше проводов проложить, чтобы, ну, мы же вам хотели помочь. Он говорит, ни в коем случае, приехал на другой объект другим строителям, там также все строго по каналу распределено, все, и они тут же заключили сделку и стали работать. Потому что, ну, вот этих вещей не видно, на самом деле, их сложно именно прочувствовать, но это является именно какой-то, вот как это, культура стройки. Культура производства, можно так это назвать. Ну, правильно, ведь еще же, помимо всего вот этого, есть же у нас гипсокартон, который крепится к потолку, светильники какие-то, также толщины потолков, экономим мы их или нет. Везде надо крепить каркас, это заранее нужно понимать. Светильники не должны попадать в каркас, потому что когда мы будем вырезать отверстие под свет встроенный, мы не должны разрезать профиль и, соответственно, ослаблять сам потолок. Это влияет на качество все-таки стройки. Да, пройдет там какой-нибудь год, в котором гарантия, и уже потом начинаются проблемы с микротрещинами, непонятными там историями, а уже год прошел, гарантия вроде закончилась. Поэтому я еще раз подчеркну за фундаментальную надежность, где качество ремонта, оно в принципе не теряется даже спустя 5 лет. Здесь мы можем, например, обратить внимание, это тоже, кстати, хороший совет, демпферную ленту по потолку. Вот я не знаю, тут даже очень много строек, да? Часто ты видишь, что ее делят? А вопрос просто примыкания плиты монолитной к штукатурному слою. То есть микроподвижение и все равно подвижки идут, усадка дома, ветровые нагрузки, солнце, снег, холод и тепло, оно расширяется. И мы упираемся в штукатурный слой. Что происходит? Давление на штукатурку. И появляется микротрещина. Демпферная лента, она разделяет как раз-таки это давление. Штукатурка сама по себе на стене. Дальше, конечно же, идет малярное армирование в виде стеклохолстов либо флизелиновых бесфактурных обоев, которые тоже армируют. Но это дополнительно дает для того, чтобы можно было бы избежать и уйти от этих трещин. Это является, на самом деле, я считаю, что уже стандартным качеством. То есть по-другому делать и не надо, но не все об этом знают. Ну, как раз и расскажем для тех, кто об этом не знает. Напомним тем, кто об этом знает, но забыл. Здесь действительно сделаны выводы для радиатора со стены. Что это дает? Это эстетика, это удобство, потому что, например, под ним может проехать робот-пылесос, комфортно убираться хозяйке или домработнице, пыль не забивается, ну и в полу нет привычных всем отверстий. У кого дома радиаторы напольные, подойдите, пожалуйста, посмотрите, как у вас вот выглядит внизу отверстие. Мы приложим фотографию, когда радиатор висит и выходит со стены, как это эстетично и красиво выглядит. И сравните просто одно с другим. Здесь еще была проблема с скрытым плинтусом, чтобы это все еще сочеталось. Это все тоже нужно было учитывать, потому что сейчас же у нас современный ремонт. Это либо теневые, либо скрытые плинтуса. И это очень часто вступает в конфликты с радиаторами. Поэтому не забывайте об этом моменте. Это важный момент. Да, и если бы правда трубки еще были бы в пол, за ними убраться в теневом плинтусе, да там даже пылесосом, даже любыми насадками неудобно и подлезть. Ну и робот-пылесос уж тем более туда не доберется. Руслан, вот ты говоришь, что ты крутой строитель. Почему у тебя провода идут, заходят в стену без гофры? В стене они уже там в гофре, а не вот здесь. Что это за участок? Мне кажется, любой строитель тебя за это просто захейтит. Давайте. Ну, во-первых, здесь у нас дверь-пенал, и здесь необходимо было прижаться максимально в этом узле. Вопрос в том, что вообще все провода, которые идут, они в ВВГ, НГ, ЛС у нас, и эти провода можно прокладывать без гофры. В гофре мы кладем просто для комфорта клиента. Он видит, людям нравится, гофра на недорого стоит, в принципе. Поэтому мы прокладываем таким образом. Ну, а здесь вынужденная мера сделать просто по площади потолок, чтобы был из технического узла. Собственно говоря... То есть такого норматива, что все должно быть в гофре, нет? Нет. Можно прочитать мат-часть. А что это за трубка идет у нас без гофры? Там она и с гофрой. Ну, на самом деле, это просто труба конденсата от кондиционера для того, чтобы не ставить помпы, и они не шумели. Она со своим уклоном, да? Да, она со своим уклоном уходит в канализацию. У меня просто был случай. Я делал ремонт в своей первой квартире. Там был 17 этаж. И я говорю вентиляционщику, Павел, а куда мы будем выводить вот так конденсат? Он говорит, Сань, просто вот в окно сделаем. У тебя 17 этаж. Пока до первого этажа долетит, там уже никто не поймет откуда. Это такое сегодня неуважение к людям, кто-то же может выглянуть и на 16 этаже. Потому что я понимаю, что в любом случае, даже если он где-то находится очень далеко, всегда можно сделать помпу, и все будет уходить и так. Да, ну нежелательно находить решение, чтобы не использовать помпу. Иногда даже какие-нибудь придумывали дополнительные проходки просто-напросто. Ну, я вообще считаю, что в ремонте все должно работать само. Это вот самый главный вопрос. Обычно это фигаловый насос, как он называется. Сололифт. Сололифт, да. Что если у вас вырубается электричество, вам просто начинается катастрофа. Ну да, кстати, да. Все должно работать, естественно. Стараться. Ну вот из примеров живых, да, там одна из историй. Тоже необходимо было поставить сололифт. Мы строили апарт-отель на первом этаже. И в проект почему-то засунули сололифт. Когда начали разбираться с оживлением, первое, что я сказал, надо пробовать делать без этого. Мы сделали проект, согласовали с управляющей компанией. Просто мы пробулились в подвал туда вниз. По потолку подвала протащили трубу и вышли там, где надо. Все, у нас не было сололифта. Эта штука шумит, она не работает, как ты обратил внимание, без электричества. И она часто забивается, и постоянно надо ремонтировать. Кто-нибудь случайно туда что-то кидает, особенно отель, да. Это коммерческое помещение. Люди приходят уставшие, могут просто физически об этом не думать. И засорять его тем самым. Мы с тобой только что это обсуждали, что в принципе на стройке нет таких моментов, которые нельзя реализовать. Вообще нет. Современные стройки с современными решениями. Нет ни одного дизайнерского решения, которое нельзя было бы реализовать. Все это вопрос времени и денег. Ну, давай примеры приведем. Ну, и, наверное, законов физики. Да иногда и это можно обмануть. Шутка. Ну, на самом деле, да. Законов Российской Федерации. Законов Российской Федерации. Ну, решения на сегодняшний день, например, которые у нас были. Нас не хватало трубы пластиковые для решения с канализацией, с инсталляцией. Все, посмотрели у поставщиков, у одних, у других. Ну, нету такого, который подходит. Пошли, напечатали на 3D принтере. Ну, то есть, все, уже хотели переделывать проект. Я приезжаю, подождите, если нет, надо создать. Померили диаметр отверстия в одной части, в другой. Просто вот этот кусок трубы, который он не подходил нам из-за своих габаритов, сделали меньшим по длине, но со всеми подключениями как надо. Все, вот до сих пор эта аппаратная модель существует, тоже, кстати, он был. И до сих пор в нем все функционирует прекрасно. Звучит, как ремонт 2023 года все-таки. Ну, раз разговор зашел про канализацию, давай покажем санузлы. Да, ну вот здесь, в коллекторном узле сделана что? Сделана разводка гребенкой, то есть, у нас все идет к каждому прибору. Отдельная нитка холодной, горячей воды. И что это дает, в принципе, правильно собранная коллекторная система? Это дает следующее. Например, кто-то моется в душе, мы слили воду холодную, холодная вода пошла набирать, а в душе холодная вода пропала. За счет правильно расключенного коллекторного узла таких перепадов воды не бывает. Часто, наверное, многие вспомнят, как они в хрущевке или в какой-нибудь там старой квартире, где тройниковая разводка, моются, и в туалете кто-то спустит воду или на кухне откроет, например, сразу ошпаривается, потому что пропадает горячая вода. Это именно из-за того, что одна нить воды, и она не распределяется правильно. Как это должно быть? Мы используем гребенки фар, они очень легко открываются, я не буду поворачивать, потечет вода, но, в принципе, их может девушка, ребенок, в принципе, покрутить. Каждая гребенка, она вот здесь вот подписана, мы потом еще делаем отдельные таблички, прям с рисунками, за что какая отвечает, это очень понятно становится. Оформление самого коллекторного узла на заднюю стенку мы либо делаем вот такой хромированный перфорированный лист, либо бывает выкладываем просто стенку плиткой. Покупаем самую простую плитку, главное, что она отвечала в цвет стен. Чтобы не спорю вам. Да, да, чтобы хорошая фраза, выглядело хорошо. Вот, также у нас установлены датчики от протечек, что немаловажно, мы их подкладываем в точки мокрых зон, в случае возникновения какой-то протечки, датчик срабатывает, автоматические краны, они просто перекрывают подачу воды. То есть мы там больше, чем на небольшое помещение водички не получим, потому что у нас все еще загидроизолировано, мы никого не затопим. У меня была ситуация два дня назад в моей квартире, короче, мне плохо прикрутили, она просто без ключа, она чуть ли не вручную прикручивается, стиральная машина на кухне. Ну, там вот буквально докрутить было. Я решил поднять давление в трубах. Расскажи, пожалуйста, какое давление вообще нормальное должно быть? Ну, до трех, наверное, трех с половиной, может быть, бар давление будет нормально. Здесь у нас сейчас показывает два, два, в принципе, это тоже хорошее давление. То есть выше трех, трех с половиной лучше не поднимать? Ну, некоторые сантехнические приборы даже, ну, в них написано, что нельзя превышать это давление, там будут выходить из строя, что-то такое, в техничках пишут. У меня не хватало давления. Короче, я хотел немножко поднять давление. Мне там посоветовал знакомый один, я его немножко поднял, и через какое-то время, вроде все нормально, у меня, короче, вода пошла из-под стиральной машины на кухне. Вырвался. Прошло буквально, он открутился там, чуть-чуть стало подтекать, прошло буквально несколько минут. Эти штуки перекрыли мне воду, стало пиликать, и, короче, если бы меня не было дома, это спасло бы мою квартиру от затопления. Это прям крутая штука, я ее ощутил прямо в действии. Вот прям перекрылась, потом я буквально сразу же протер ее, сразу же эти штуки отъехали назад, и все опять изработало. Да, ну и также можно автоматику ставить, чтобы оповещение приходило на телефон, например. Это на самом деле несложно делается. Мне одна подписчица писала, что они сделали так где-то, по-моему, то ли под унитазом, то ли где-то, и у них постоянно она врубается. Вот что-то у них неправильно сделано. Надо настроить тонкость, чувствительность, да, и все. Вырубается, видимо, там сыра, может быть, и вода попадает, значит. Сверху что это такое белое? Это проточный бойлер, мы поставили его сюда для того, чтобы в случае, если отключится вода, на всякий случай можно было помыть детей, тарелки какие-то сполоснуть, чтобы была горячая вода. А что вот ты можешь еще про них рассказать? Потому что я вот разные мнения слышал, именно про проточные. Ну, если ставить хороший немецкий проточный бойлер, к примеру, да, или итальянский, то мнение такое, что, ну, работает она, работает. То есть при регулярной эксплуатации, конечно, тены перегорать будут, их надо будет менять. А настолько там какие-то, да, раз там, два раза в год или раз в год там на неделю, и не набирать ванну, естественно, да, а просто как бы там, как в душе помыть там ребенка или прийти там с собаки, лапы помыть с улицы. Минимальные какие-то использования, вполне себе рабочая история. Единственное, что надо понимать, что он потребляет достаточно много киловатт, и вообще, в принципе, на регулярную историю лучше его не ставить. Что это за кубик слева, сверху? Вот как раз сюда у нас приходит само сливной конденсат, естественным оттоком, стекает и попадает в канализацию. Это у нас просто от запахов гидрозатвор, да, он стоит, там шарик специальный. Когда высыхает он, шарик перекрывает канализацию, из канализации не идут неприятные запахи. И, пользуясь случаем, хочу показать вот этот узел. Здесь будет скрытая ниша, то есть вот у нас умывальник, и справа будут полочки плюс еще и с розетками. То есть это очень удобно поставить, заряжаться зубную щетку, там ирригатор и так далее. То есть вот такие скрытые истории мы постоянно делаем в наших экзаменпроектах. Ребята очень прикольно их реализовали с максимально тонкой стенкой, вот буквально в одну стойку плюс один гипрок. На самом деле каждый визит на стройку для меня маленький урок. Я постоянно учусь и по-хорошему, не знаю, у нас в стране дизайнеров требуют знания еще и многих строительных, что вот мне кажется, нигде такого нет, уровня дизайнеров. Что это вот за штука? Во-первых, для чего сделан вот этот чехол? И что это за пластиковые колпачки? Ну, хочу, во-первых, сказать, что наши российские дизайнеры, это просто одни, наверное, из самых умных людей. Я подчеркну, я очень часто об этом говорю, даже когда выступаю в гейминге, потому что они объединяют в себе и архитектора, и дизайнера, и декоратора. Это три должности, которые вообще профессии, по сути, которые объединяет один человек в себе. Возвращаясь к ответу на этот вопрос, вот это колпачки специальные и вот эта вот шуба, она не дает конденсировать трубам. В них идет вода, у нас здесь, допустим, горячий воздух, они холодные, соответственно, просто конденсат образовывается, и там протечки, там мокрое место. Это плесень, сырость и так далее. Иногда, если ты обратишь внимание, где-то вот обрезаны вот так вот трубы, вот сами вот эти шубы, в лучшем случае, если ее одевают, и не доводят до конца. Вот эти специальные колпачки, чтобы все было полностью заизолировано, сама шуба, она держалась, и было полностью все в шубе от конденсата. У горячей воды это тоже теплопортерия определенная самой воды. Ну и когда эта труба входит, допустим, в стяжку, в пол, горячая вода, она имеет свойство трубы расширяться. И вот это компенсатор некий для того, чтобы не растрешкивалась стяжка, она расширяется, по сути шуба опрессуется, и при этом позволяет ей куда-то расширяться. И не трещит стяжка. Обязательно нужно эти вещи учитывать для того, чтобы было все согласно. Мне нравится стройка и дизайн, потому что, блин, я каждый день узнаю что-то новое. Это бесконечный процесс, и мне кажется, он... Я думаю, у тебя так же. Да, конечно. Вообще, как кто-то сказал, если ты не учишься, то ты мертв для этого мира. Я вот не помню, кто... Напишите в комментариях, кто сказал эту фразу, и правильно я ее озвучил. Она вот похожа, мог там ошибиться в каком-то слове, да? Сейчас мы во втором санузле, здесь еще не зашита инсталляция, и все очень хорошо можно посмотреть. Да, что мы хотели рассказать здесь, в принципе, чего не видно было там, это вот канализационная труба. Она обернута шумоизоляцией, потому что у нас не последний этаж, мы где-то в серединочке, например, и все, что сверху летит, в принципе, бьется об стенки канализации. Это бывает слышно. Мы делаем дополнительную шумоизоляцию для того, чтобы соблюсти в дальнейшем комфорт клиентов. Это прикольно, зеленая я такой не видел. Ну, разные бывают, да, здесь прям такая симпатичная, модная, да. На что хочется здесь внимание обратить, хорошо, что мы вот сейчас зашли, да, мы перед съемками приостановили на объекте работы, в принципе, плюс-минус чисто порядок, а есть вот такие места, где еще не доубрались. Как раз-таки вот на эту пыль, которая сейчас здесь есть, и вот как это модно среди поваров, хочется сказать, что рекомендация всегда перед тем, как вы заставляете сюда минватой и зашиваете стенки, обязательно нужно пылесосить, обязательно нужно убирать эту пыль везде и отовсюду, с перегородок, где розетки, подрозетники, выключатели. Делаем мы это для того, чтобы после сдачи квартиры, после клининга, когда уже хозяева въехали в квартиру, начинают ее эксплуатировать, они включают, выключают выключатель, а оттуда появляется пыль и постоянно какая-то грязь. Ее практически сначала незаметно, а потом к вечеру она просто пол почему-то пыльный. А как так? Да потому что просто не убрались в перегородках, это тоже требует время. И вот таких эстетических моментов, в принципе, настройки... Я знаю, что большинство забивает вообще на это просто. К сожалению, к сожалению, да. Так поэтому у кого-то получается делать быстро, и понимаешь, когда проходит, а у меня там строители закончились за 4 месяца, а вы, говорите, будете строить 8. Ну да, только вы потом недели-две будете убираться еще, а через год будут микротрещины. Поэтому уделять нужно каждому участку время. Сделали, построили, проверили. Приехал технодзор, посмотрел, как все выполнено. Это все время. Можно поставить трех человек, которые здесь будут жить, жарить еду, готовить ее, масла будут впитываться в стенки, все эти запахи потом будут распространяться. А можно немножко наблюдать другую стройку, да. Когда люди сделали, выполнили, приехал технодзор, проверил качество, то есть посмотрел, как правильно сделано, надолго ли это вообще все простоит. Потом приехал человек, который отвечает за уборку, подсобник, все пропылесосил, убрал. Иногда у нас мастера даже сами уже понимают, на автомате просто пылесосит, вычищает это. Друзья, я хочу сказать, что мы не рекламируем Руслана, мы хотим показать вам просто, как должна выглядеть настоящая стройка в 2023 году. И я хотел еще сказать, когда объект уже экстосложный, какого-то огромного, даже не обязательно она огромная квартира, главное, что в ней очень много нагружено разного света, разных групп, то надо обязательно делать проект электрики отдельный. Да, я всегда рекомендую вообще, в принципе, прорабатывать как можно глубже проект, просто есть дизайн проект, да, это, в принципе, по нему можно и стройку делать. Но когда очень много разных групп, много разных видов профилей встроенных, в которых идет свет, разные светодиодные подсветки, разные системы подключения, разные там провода, то лучше, конечно, сделать проект. Просто многие заказчики считают, что проект электрики, это должно быть как бы частью дизайна проекта, и, ну, то есть, это должен предоставлять дизайнер. Но на самом деле, как бы, я объясняю всегда, что мы все-таки занимаемся дизайном, принципиальной разводкой, там, где какие розетки и так далее. Но мы не электрики, у нас нет ни образования, ни сырое и так далее. Это должны делать отдельные специалисты, так же, как проект вентиляции, им занимаются вентиляционщики. Совершенно верно. Проектом электрики занимаются электрики, но только там, где это действительно нужно. А это нужно прямо уже в таких серьезных проектах. Ну, в насыщенных, да, объектах несколько уровней, когда и надо делать расчеты нагрузок, потому что там определенное количество киловатт, его надо иногда увеличивать, мощность. И это важно тем, что это вообще преимущественно, когда, допустим, какая-то серьезная элитная недвижка, ее надо продавать. Представляешь, ты вот приходишь покупать, и тебе пойдет в квартиру, и говорит, вот смотрите, вот эта вот папка, и в ней все. Вот как идут провода, как у вас заложена сантехника, как электрика. То есть технический проект, помимо дизайн-проекта. Это тоже немаловажная составляющая. Она дает огромное преимущество вообще, в принципе, при эксплуатации. Там все светильники прописаны, где покупали, кто это. Слушай, это, блин, банальный пример. У меня коллега делает ремонт, у нее квартира, блин, не знаю, там 30 метров, 40 метров. И год назад делали, грубо говоря, разводили черновую электрику, сейчас нужно чистовую. А тот человек уже куда-то уехал, там, грубо говоря, приходит, и вообще не знаю, за что браться даже. Как это сделано? А если квартира гигантская, если куча электрики, ну как в этом разобраться? Никак. Не разберешься, нет, ну прозванивать можно. Время, это деньги, расходы и так далее. То есть, ну, маленькие 30 квадратных метров, понятно, там электрик пришел, два дня провел, 200-500 квадратных метров, такие же бывают. Ну, ноги говорят, что проще заново провожить. Ну, действительно. А иногда проще можно посмотреть документацию. Группы подписаны, вот можно обратить внимание. Мне понравилось, что у тебя распредкоробки все подписаны, никто не запутается. Да, ну в основном еще вот на проводах, здесь просто он грязный, не видно. Все провода тоже подписаны, на распределительных коробках подписаны. То есть, даже после инженера, который начинал у нас делать, придет любой другой, он разберется очень быстро. Это супер важно. Вот, а когда есть еще и проект по электрике, так это тем более еще быстрее. Просто многие заказчики, ну, стройка найдет часто там 6-8, если большой объект, то там может же год идти. И, блин, мы все живые люди, кто-то может заболеть, кто-то может переехать. Совершенно верно. Все что угодно может произойти в жизни, а заказчики потом удивляются, ну, как так, ну, как бы стройка это жизнь на самом деле. 100%. И давайте, чтобы вы сориентировались, скажу прям, что здесь будет. То есть, при входе будет умывальник, здесь будет душевая кабина. На самом деле, санузул здесь очень маленький, ну, так вот по архитектуре сделано, по-другому никак не сделать законно. Поэтому работали с чем есть, но максимально использовали вот каждый сантиметр этой квартиры. Здесь будет душ с трапом и, соответственно, унитаз с инсталляцией, с доступом к ребенке и кирпетров. По сути, даже я как немаленький человек, ну, не самый маленький, ну, в душевую, в принципе, я захожу, вот комфортно, вот душ, лейка. Нормально по эргономике рассчитано, молодцы. Нормально, идеально рассчитано. Руслан, я думаю, что зрители обратили внимание везде, вот во всех комнатах, по всем стенам у нас вот такой выгроз. Объясни, для чего он. Это делается, потому что у нас в дизайн-проекте есть плинтус скрытого монтажа. Мы его заранее учитываем, его габариты, высоту. Мы сейчас ждем, у нас как раз должны приехать оставшийся образец самого плинтуса, паркета, и мы будем везде прикладывать, смотреть, чтобы у нас высоты, толщины все сходились. Делать это, конечно же, нужно заранее вперед продумывать эти моменты. И хотел вам отрекомендовать, уважаемые зрители, если ваши строители на самом раннем этапе, не спрашивают у вас технички, как мы с Сашей проговаривали на тему того, что некоторые не смотрят в проект, проект надо изучать на берегу, смотреть все нюансы и запрашивать технички, возвращаясь к ним. Теневые плинтуса, скрытого монтажа плинтуса, все эти профиля имеют разные толщины, высоты и так далее. Если заранее это не продумать, не состыковать одно с другим, не проверить, как это монтируется, не посмотреть, как это приходит к коробкам скрытого монтажа и вместе с собой, друг другом все это соединяется, не продумать, то чревато последствий тем, что вам придется все переделывать, что-то менять, что-то врезать, пилить и так далее. Я, в принципе, хотел сказать, что это постоянная история настройки, когда уже все сделано, и тут такие, о, а нужно же скрытый плинтус или теневой плинтус восстанавливать, начинают рушить, начинают что-то вылезать, дополнительные траты, переделки. Но на самом деле, это, мне кажется, вообще в менталитете у людей, что мы не читаем инструкции, мы что-то купили, не читаем, а сейчас я сам разберусь, вот и так далее. А потом начинаются проблемы. Обязательно обратите внимание на наших строителей. Они должны читать проект, они должны просить у вас технички, они должны задавать вопросы. Просто я очень часто встречал со строителем, которые говорят, да я все и так понимаю, все мы разберемся. А потом ты приезжаешь на надзор и понимаешь, что все вообще не так. Рекомендую, как взаимодействовать со строителем. В первую очередь, при подписании договора, естественно, сделать график работ, к графику работ прикладывать график поставки чистовых материалов. И еще, как моя рекомендация, всегда у строителей должен быть чек-лист, чек-лист, что нужно у клиента попросить перед началом работы. То есть, это все технички, потому что спецификация, в принципе, делается на стадии проектирования, когда строитель выходит на стройку, в 90% случаев уже все выбрано, подобрано. Просто нужно эти все материалы собрать. Возможно, их еще нет в наличии, но они уже где-то едут. Но технички надо заранее. То есть, это вообще не сложно. Это находится в интернете, запрашивается у поставщиков, у дизайнеров, у клиентов, кто где покупает. И это получается. Когда у вас все документы вместе, чертежи ознакомлены, тогда вы, в принципе, можете спокойно начинать стройку. Сначала надо к всему подготовиться, а потом делать. Медленно запрягаем, да быстро едем. На самом деле, еще пока мало чего здесь видно по этим плюнсам. Увидите, наверное, это в наших следующих выпусках. Но главный поинт, о котором я хотел сказать, именно о том, что, друзья, когда вы начинаете стройку, думайте о всем заранее. Не надо решать проблемы по мере их поступления. Готовься к проблемам заранее. Я недавно домой себе купил ослежитель воздуха, очиститель воздуха, через который проходит воздух, очищается. Это оно? Нет, это осушитель воздуха. Вот как раз-таки, как можно ускорить процессы, в принципе, настройки. Одни из моментов это осушитель воздуха. Бывает очень влажно у нас в Питере, погода, плохо сохнет штукатурка. Что точно не нужно делать, ни в коем случае нельзя сушить помещение пушками. Пушки, да, я такое видел. Это нарушение технологии, это неестественное сушение стен, это чревато отслоением, слоев, трещинами и так далее. А это осушитель воздуха. Что он делает? Он забирает просто с воздуха к себе влагу, тем самым, естественно, осушает воздух. И поскольку у нас сухой получается климат в квартире, за счет этого быстрее сохнут стены. И нет нарушения в этом никаких технологий. Это разрешается. Я видел, когда пушек понаставят и фигачат. Это просто так делать нельзя, и это плохо. Я хотел сказать еще, что у человека, вот для меня, мое личное ощущение, когда мы с Русланом первый раз познакомились, он привел нас на один из своих объектов. Как мы вообще выбрали его? И как вы тоже можете выбирать своих строителей? Это порядок. Потому что мне кажется, что порядок настройки, это порядок в голове у строителей. Обратите внимание, просто как организовано, здесь специально сделан стеллажик, где все аккуратно разложено, все на своем месте. Это прям супер важно. У нас даже здесь есть технологические карты. Если уж зашел разговор об этом, прописаны для организации полностью. Здесь все-все-все-все-все снипы, как правильно работать, рекомендации. То есть мы можем заглянуть по плитке, по швам, по гипсокартону. Саш, смотри, хотел показать тебе вообще и в целом рассказать о зрителям о системе хранения. Очень важно это соблюдать. Например, технический гипсокартон можно хранить только в таком положении, то есть в горизонте. Потому что, когда его, например, ставят вот так и потом он в этом месте прогибается, это совершенно неправильно. Мы начинаем, зашили стены, все вроде бы нормально, технодзор пришел, принял плоскость, и все хорошо и ровно. Выходят маляры, начинают шпаклевать, увеличивается влага, а у гипсокартона такая штука, есть как бы память. Ну, упряжение какое-то внутреннее. И он начинается, да, его выкручивать. И вроде бы гипсокартон был собран правильно, а пришла влага, и он дал кривизну, которую успел вот эту вот запомнить. Поэтому, друзья и коллеги, и... Гипсокартон все помнит, ребят. Да, гипсокартон вам ничего не простит. В продолжение систем хранения мы вот делаем вот такие шкафы, они на самом деле на роликах, и в них мы храним следующее. То есть часто приезжает встройка, вместе с ней уже чистовые накладки, то есть сантехники, как у нас ГРОИ, вот в санузле. Мы встроенные части поставили, а хронические накладки бывает такое, что на объектах где-то лежат. Маленькие коробочки, коробочки из подсчетчиков с паспортами. Они постоянно теряются. теряются постоянно. И чтобы такого не допускать, мы собираем вот такой вот шкаф, все, что необходимо и все, что нужно, убирается туда. Подсобник при наведении порядка, он туда не лезет. Я вижу тут местных замков даже есть. Но на самом деле мы делаем, но и практически никогда не вешаем, потому что у нас работают все свои, ничего у нас не пропадает. Это важно от того, чтобы случайно с полки коробочка ветра плечом заделала, инструментом упала, пошел в подсобник, мусор убирает, ну, в полу валяется, взял, выкинул. Часто такое бывало. Я думаю, что мы вернемся к этому уже на чистовом этапе, когда уже будут полы лежать, когда гости попадать с потолка, мы об этом еще поговорим. Да, ну, в общем, вот система хранения, и важно, если вы делаете, ну, это, наверное, больше для строителей, делайте их такой ширины, чтобы они у вас во все проемы, ящики проходили и были на колесиках, чтобы это не таскать, когда это тяжело. Тоже экономит время и позволяет ничего не терять. Еще один подкупающий момент, это эти два конвертика, то, что первого глаза бросается, конверт для бахилов и для документов. Да, спасибо, что обратил внимание. Как раз укрывали дверь, еще не все до конца доклеено. Здесь у нас еще табличка с правилами поведения, напоминание, что надо выключить свет, воду уходя из помещения, что когда тихие часы на объекте, и вот укрывание, все защита. Здесь тоже дверь защищена, ручка, ну и в целом по квартире все окна защищены от попадания грязи, потенциальных царапин и так далее. И вот документы очень удобно, все доставки накладные здесь, офис-менеджер там раз в неделю, раз в две недели приезжает, все забирает, рассортировать что-то для компании, что-то для клиентов, папочку собираем, и у нас все это бережно хранится. Мне кажется, просто на большом объекте невозможно без организации, можно с ума сойти, наверное. Сто процентов. Вы здесь играете в крестики-нолики, да, я понимаю? Ну, почти вообще морской бой. На самом деле, это испытания были пола, стяжки на отрыв, специально оборудованием простреливаясь, проверяли прочность стяжки. Мы поняли, что в целом стяжка требует улучшения. Это стяжка от застройщика? Это стяжка от застройщика, да. Просто клиенты хотят ее иногда оставить. Мы рекомендуем от себя, какие проблемы мы видим. Здесь на объекте пришли к тому, что мы ее просто, так сказать, подлатим, подлатаем, приведем в порядок, прольем специальной крупящей грунтовкой и уже финишным равнителем. Где-то мелкие трещины, мы их разошьем, ремсоставом заполним, постараемся сэкономить бюджет для клиента. Черновые материалы стоят довольно дорого. Прямо сейчас они очень сильно, чуть ли не в два раза выросли за последний год. И постоянно у заказчиков возникает вопрос, какими профилями лучше пользоваться? На что вообще ориентироваться? В чем разница? Кроме цены, естественно. Мы в основном используем КНАУФ, потому что это проверенный производитель. Их профиля достаточно жесткие. Если мы выберем другого производителя, даже их называть, не хочу, эконом, так сказать, класса, то у них сам профиль вот такой вот. Можно сжать его как в фольгу, просто взять его рукой. Мне кажется, Руслан может любой профиль так сделать. Но вот этот не получается. Надо тренироваться больше. У него толщина металла больше, соответственно, у него больше восприимчивость к нагрузкам. Ну и плюс, говоря о том, что про удорожание смета же, она не состоит только из работ. В смете еще включены материалы. Зачастую материалы продаются в магазинах. Мы там их и покупаем. Но можно не купить, например, вот эту ленту. Она тоже стоит денег. Смета будет меньше. Можно купить профиль другой, фольгированный. Он будет подешевле. Смета будет меньше. Но результат от этого всего будет гораздо хуже. То есть это непрочные стенки. Они будут бухтеть по-любому. Они будут бухтеть. Будет меньше шумоизоляция. Меньше будет. И, соответственно, больше вибронагрузок каких-то и будет потом микротрещина. То есть такому ремонту через год он придет в меньший порядок. Вообще, знаешь, вот так вот я иногда задумываюсь, почему там люди говорят, а вот мне там посчитали. Я же стараюсь всегда у клиентов получить смету, посмотреть там у других. Я смотрю, у меня смета, например, на 100 страниц, а у других строителей она просто на формате А4, на листочке, там позиция, например, стены. 400 тысяч вместе с материалами. Откуда клиент знает, какие материалы он туда будет использовать? Конечно, у него сметы на миллион меньше может быть. Но там состав работ разный. Там материалы совершенно другого качества. процесс работы в принципе другой. И, конечно, они сроки делают там не 7 месяцев, а там 4-5 на 2 месяца меньше. Потому что это не надо проклеивать там ленду, вот про которую я показывал, там в малярке, им нужно армировать углы. Они этого не делают. И вот просто, не знаю, можем им это рассказывать или нет. Будем снимать это. Слушай, ну да. У меня просто постоянно такая... Блин, Миша, снимай. У меня такая же история постоянно со светильниками, ну с любыми чистыми материалами, когда ты ищешь самый подходящий под концепцию, низкую по цене, реально, потому что у нас проверенные поставщики, все это работает. Ты находишь классное предложение, потом заказчик говорит, что я купил такое же, только в 2 раза дешевле. Сань, ты меня хотел обмануть. И я вижу, что там вообще другой продукт, другого качества. Там даже, блин, рожков не 5, а 3, грубо говоря. Но человеку показали, что вот то же самое, не парьтесь и покупайте. Вот когда человек видит стоимость ниже, у него такое ощущение, что вообще все падает, что он ничего не видит. Меня объясняют летом всегда так. У меня на руках ваши деньги. Вы не у меня покупаете материалы. Это я беру за вас, оказываю сервис, с вашими деньгами иду в магазин, их беру вот стопочкой, отдал и сюда привез. Для того, чтобы пока я делаю ремонт в вашей квартире, вы занимаетесь своими делами, либо отдыхаете, либо зарабатываете деньги в своем бизнесе. Вот к чему всегда привожу. У меня другое ощущение. Заказчики ругают меня, как будто я себе покупаю эти стулья. Такое ощущение, что я себе покупаю. Ну реально, блин, мне прям так обидно. Ну блин, ребят, я же вам помогаю. Ну да, поэтому, раз уж мы все-таки оставим это, прислушивайтесь, пожалуйста, к мнениям строителей, дизайнеров на эту тему. И задавайте просто вопросы, те, которые вас беспокоят, для того, чтобы у вас не оставалось неправильного впечатления. Ну да, в принципе, то есть человек, который давно занимается стройкой или дизайном, он всегда все может объяснить. Он не делает каких-то там спонтанных решений. Всегда все обосновано. Мне кажется, кто на опыте вообще, они в принципе пришли к тому, что нужно быть открытыми миру, клиентам своим, и работать честно. Ну а по-другому никак. И когда это приходит человеку в голову, сразу даже видно, и по другим людям они начинают развиваться более успешно. И еще, конечно, я хотел обратить внимание на уровень стройки. Это когда ты подходишь к квартире, к своему объекту, и все укрыто. То есть ты никогда не поцарапаешь стены заносом материалов. Это прям вот подкупает, прямо нереально. Спасибо. Мы стараемся всегда. Полы укрываем линолеумом. Вообще, с точки зрения, мы рекомендуем укрывать линолеум в пол и защищать стену. Какой-то слой пеноплекса, либо арголита, там, ДВП. Для того, чтобы просто действительно поцарапать. Здесь декоративная штукатурка уже выполнена. Часто доставка, она не всегда там самая культурная и аккуратная. За всеми не уследишь, но можно предотвратить неприятные нюансы. Мне кажется, что это, блин, это же ничего не скажут заказчики. Да, конечно, на счет ты будешь это делать. Мне кажется, это вообще ничего не стоит. Ну, это немного стоит. Ну, понятно, относительно покосанных стен. Ну, конечно, конечно. Чем потом переделывать, во-первых, сразу же отображаются соседи. Какие там наши соседи хорошие, да, и уже какой-то стык, что он готов потратиться. Мы, в принципе-то, для этого делаем, что и с соседями взаимоотношения хорошие, с управляющей компанией. Это дает кучу плюсов. Плюс, например, номер один. Управляющая компания видит отношение к стройке той организации, которая делает эту стройку. Они более лояльно относятся, видят человеческий подход, по-человечески сами отвечают. Быстрее решения принимаются там с приходом местного сантехника, электрика, если нам надо что-то отключить, вывозом мусора, либо даже какими-то доставками. Иногда бывает срочная доставка, что-то приехал, частовой материал из-за границы, например, но не в рабочие часы. Насколько ты выстроишь коммуникацию с управляющей компанией и будешь с ними по-человечески обращаться и общаться, и они с тобой, тем больше ты получаешь каких-то преференций. У нас неоднократно такое было, когда реально что-то приезжает, не в то время, как хотелось бы, не выстроить это в график, какая-то логистика сложная. И идем, у нас знают с нами, нормально общаются. И в чатике жильцов вас тоже будут уважать. Это очень важно. И рук, пожалуйста, доставляйте, привозите, все хорошо. Руслан, я думаю, что сегодня мы достаточно рассказали про инженерку. О чем расскажем в следующий раз? Я предлагаю следующий ролик снять, когда у нас уже будут зашиты потолки, все будет спрятано, так сказать, вся эта инженерка за стенами до конца достроенными. Мы подольем полы, может быть, еще финишным равнителем не подольем, но будут уже трапики стоять, сделаем гидроизоляцию, расскажем о ней, там очень много важных моментов, потому что есть такие нюансы, когда гидроизоляция просто намазана, ее так сдают, заказчик не понимает этих нюансов. То есть, подсветим эту тему, как должна быть выполнена она правильно, гидроизоляция. И вот, перед укладкой плитки, уже перед такими работами, перед первым чистовым материалом, перед отделочными работами, мы снова встретимся. обязательно подписывайтесь на мой канал, я оставлю ссылочку на канал Руслана, чтобы не пропустить интересный рассказ. Я думаю, что если вам было интересно и полезно, то и в следующем выпуске вам тоже будут интересны. Поэтому поддержите это видео лайком, подписки, все наши социальные сети будут указаны под видео для вас, для вашего вдохновения. И до скорых встреч, друзья. Хороших ремонтов. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok